К 2018 году новое лицо должны обрести старые здания, которые расположены при въездах в город. Это порядка ста домов. Особое внимание глава города поручил обратить на частный сектор, где нужно покрасить и фасады, и заборы. Причем цветовая гамма должна быть едина. Для этого районные архитекторы будут разрабатывать цветовые карты. Самара принимает чемпионат мира. Самара принимает весь мир фактически. Сюда приедет очень много туристов, поверьте, мы сделаем для этого все. И от того, как будет выглядеть город, хотя бы в части туристических маршрутов, будет складываться впечатление в целом и о регионе, и о России. Мы должны сделать и Самар, и столичный город. Еще одна важная тема – незаконные торговые точки. Сейчас в городе продолжают вывозить киоски, которые работают незаконно. Специалисты Департамента потребительского рынка провели контрольный объезд и выявили все незаконные точки. В лидерах Куйбышевский район, где насчитали 49 объектов. Сейчас у нас, то что я уже сказал, 122 объекта еще без права устанавливающих документов находятся на въездах. Будем проводить работу в рамках регламента. Особое внимание поручено обратить на рекламные конструкции при въездах в город. Сейчас их 55. Все незаконные щиты демонтируют. Те, которые установлены по всем правилам, владельцы должны обновить. Покрасить и, если требуется, поправить опоры. Также глава города поручил обратить внимание на благоустройство незакрепленных территорий. Каждому такому участку должны найти хозяина, чтобы деревья и трава тоже радовали своим видом горожан и гостей Самары. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.